Всех приветствую на канале Твой конфиг. Сегодня у нас очередной тест компьютерного железа и его актуальность. Как обычно, начинаем с CPU-Z. Технические характеристики Рязань 5-я 3600. 6 ядер 12 потоков, материнская плата гигабайт, 350-й B-чипсет, BIOS обновлен до последнего, 24-й год. DDR4, две планки по 8, профиль 3200 стоит по памяти. И видеокарта у нас RTX 2060, память Samsung, DDR3, 6 гигабайт, 192 бита. И сейчас бенчмарк. Посмотрим результаты в сравнении с i7-10700. Результаты теста, как вы видите, очень даже неплохие, особенно на одно ядро. При учете разницы в стоимости между этими процессорами, ну и в мультипотоке тоже, в принципе, очень даже годно. Давайте перейдем к следующему тесту. Тест кэша и памяти AIDA64 на чтение 44000. Ну а обратите, кстати, внимание на латентность 78. Для AMD-шных процессоров это очень, кстати, хороший показатель. Ну и переходим к заключительному синтетическому тесту, то есть SineBage 24-го года. Результат вы теста заключительного увидите на экране. Сейчас поближе покажу. В общем-то, очень даже актуально по нынешнему времени, 2024 год, вполне годное железо. Ну и, конечно же, оно не отображает полную картину, но у нас полную картину всегда может отобразить компьютерная игра. К чему мы сейчас и перейдем. А начнем с мафии. Definitive Edition. Ну или как-то так все это дело произносится. У нас разрешение Full HD, настройки графики, все на высоких. Не заметил, была включена вертикальная синхронизация. Сейчас отключил ее. И мы видим там 80-90 кадров. Смотрите. Завали его! Я поведу! Убили персонажа. Не туда поехал. Давайте же переходить к следующей игрушке. Высокие настройки графики. Посмотрим, сколько в ней RTX 2060 и Ryzen 3600. При 16 гигабайтах оперативной памяти выдаст. Ну это кат-сцена, конечно, она не отображает полноценно суть этой игры. Но в любом случае мы видим, что ниже 60 у нас не проседает. 60, 80, 85 доходит. Я думаю, что комфортно играть в любом случае можно в эту игру. Если говорить про Full HD разрешение или Full HD или как угодно. В общем, 1920 на 1080. Давайте перейдем к следующей игрушке. Тут, в принципе, все более-менее понятно. Как обычно, ставим высокие настройки графики и запускаем тест производительности данной игры. Ну и видим 70 кадров. Ну 68, вот 70. В принципе, нормально по показателям. При том, что это на DirectX 12. Если врубить 11, признаться, не помню, поддерживает она 11, не поддерживает. То, конечно, по идее кадры должны вырасти. DLSS отключен. Лучи, естественно, я не стал включать. Сами понимаете, по какой причине. Да по какой причине? Да потому что это RTX 2060. Ну, как бы не та тема, чтобы включать лучи. Но в целом, в целом, тест проходит хорошо. Среднее значение получает 78. Это очень даже неплохо. При учете того, что это компьютерное железо далеко не новое. А я бы даже сказал, ему больше уже трех лет. И очень достойно можно поиграться. Конечно, этот тест не отображает суть непосредственно игрового процесса. Но приблизительно мы можем понимать, что, опять же, при стабильных 60 кадрах в Full HD можно играть в Cyberpunk. Ну и если кратко подвести итог, то сборка очень даже актуальна. А при учете ее стоимости, так это вообще, можно сказать, подарок для Full HD гейминга. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте ставить лайк, делиться с друзьями и подписываться на канал. Впереди еще много интересных сборок. Как свежих, так и не очень. В любом случае, актуальность мы их покажем на 2024 год. Продолжение следует...